Следующие переговоры. Клиент М. Антоновская. Итак, ребята решили сами себя подписать. Исполнитель О. Фадеева. Смотрим. Я оставлю видео ребят уже на полтора, ускоренное. Так что не удивляйтесь, что они говорят намного быстрее, чем я. Добрый день. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Да-да, прекрасно. Рада, что оперативно мы с вами договорились, потому что ситуация у нас уже критическая. Хотелось бы ее обсудить с обеих сторон. Да, спасибо, что вы к нам обратились, решили дать нам еще шанс все это исправить. Если вы не против, давайте тогда начнем с плана обсуждения. Да, давайте. Мне бы хотелось услышать ваше видение ситуации. Потом я проговорю, как это видим мы, и возможно найдем общее решение. Давайте. Рада, что сотрудничество у вас складывается. Так, что-то как-то немножко это все искусственно выглядит, про эти вот реверансы. Спасибо, что дали нам шанс. Я рада, что у нас складывается сотрудничество. Вообще-то там жопа. Вообще-то сотрудничество немножечко не складывается. Вот, ахтунга не чувствуется, но ладно. Так, ну я поняла, что мы не рассказали вам подробно о функциях для наших партнеров в угломном поиске. Получилось, что у нас такая односторонняя связь только с пользователями, которые просто пришли на сайт. Партнеров у нас более ста, некоторые уже ушли и покупают некоторые задумываются об уходе. То есть у нас постоянно жалобы, угрозы. Мы как-то пытаемся с этим справиться, но надолго нас, конечно, не хватит. И продажи сильно падают. То есть ситуация у нас критическая. Хотелось бы узнать вашу сторону, как с этим бороться, что делать. Ну, опять, у меня все-таки какой-то возникает со стороны диссонанс. Я понимаю, что это там ролевая игра. И вы не актеры, но кажется, что просто вы не очень... Ну, даже не вжились роли, как будто вы не понимаете серьезность проблемы. Если у вас критическая ситуация, у вас бизнес сейчас рухнет. А вы там, ну вот, про партнеров вам не рассказали. Понятно, что вы не сделали. Давайте сейчас пообсуждаем. Может быть, что-нибудь найдем, какое-нибудь решение. Может быть, и не найдем. Ну, бывает, подумаешь. Мы потеряем свой многомиллионный бизнес. С кем не бывает. В общем, давайте тогда сразу действительно поговорим про партнеров. Мы вообще не готовили решение для партнеров. Мы готовили для обычных пользователей. Вот. В общем, я поняла, что для вас партнеры, ну, составляют основную часть заказов. Поэтому мы бы хотели сделать решение, ориентированное на это в том числе. Ну, на их спрос и их потребности. Вот. Мы бы хотели... Мы, как мы понимаем, что ситуация критичная. И не хотим, чтобы вы слишком долго в ней находились. Мы предлагаем сделать третью итерацию как можно быстрее. Она будет заключать в себе... Мы добавим... Мы сохраним точнее визуальный стиль, который уже сделали. Но вернем форму заказа билетов, какая она была раньше. Ну, то есть визуальный стиль, стилистика все это сохранится. Просто будет старый поезд. Ну, тоже мы вопробуем под новый визуальный стиль. Это, конечно, сократит конверсию, как мы ожидаем для обычных пользователей. Но мы исправим проблему для партнеров. А уже в четвертый раз операции мы бы спокойно собрали требования с партнеров. Поняли бы, какие функции нужно добавить. И, опять же, адаптировали решение для обычных пользователей. Что вы думаете? Так, сейчас, подождите. Это какая-то очень сложная комбинация. То есть для пользователей же и сейчас уже все сделано и классно. Зачем нужно потом делать четвертую итерацию, чтобы опять делать для... Вы уже сделали для пользователей. Проблемы с партнерами. И третья итерация сделать там поиск для партнеров, это как бы логично. А зачем сейчас четвертая? Вот это вообще непонятно. Понимаете, что мы сможем вернуться к предыдущим показателям? Да. Ну, согласно тому, что мы сейчас проверили на обычных пользователей, наше решение с умной страхой и редизайном повышает конверсию с 1,37% до 6,5%. Это очень хорошие показатели. Вот. Если мы сохраним это, либо доработаем в будущем, то платежи и покупки обычных пользователей у вас увеличатся. Ну, либо останутся такие, как сейчас, либо увеличатся. А для партнеров просто все вернется на уровень, как оно было до этого, либо тоже увеличатся. Поэтому, да, мы предполагаем это решение проблемы и даже увеличение продажи. Почему у партнеров увеличится? А по времени сколько это займет? Мы бы хотели в третий раз сделать как можно быстрее. Ну, то есть команда понимает критичность для вашего проекта. Поэтому, я думаю, неделя это будет на разработку для того, чтобы вернуть прошлый поезд. Ну, и где-то там полнедели для того, чтобы все отладить, опять же, перепроверить, с вами все ли подходит. Поэтому не более полутора недель. После этого мы в спокойном режиме займемся четвертой операцией, соберем требования с партнеров. Опять же, посмотрим, как это совместить для обычных пользователей. И, я думаю, за неделю это нужна ценность. Пока не могут ценить четвертую операцию. Но для вас вообще третья будет очень быстро. Ну, еще хотел бы какие-то бонусы получить, потому что, то есть полторы недели у нас опять будут, ну, будем ждать, продажи будут падать, и это, конечно, подрывает. Да, я понимаю, у нас у себя ситуация тоже напряженная по поводу SEO. В общем, мы занимаемся, я понимаю, что вы не видите результаты, и, возможно, вам непонятно, зачем мы это делаем. Вот, мы сейчас тоже находимся в ситуации, когда нам нужно получить от вас платеж. Сейчас, какой-то странный переход к SEO. То есть вы, там, от мира клиентов, которым до этого были, как-то очень резко перескочили в свой и начали с того, что там вам денег нету, хотя сначала надо было бы ответить на вопрос, ну, то есть клиент вообще забыл про SEO. Не то, что там оплата нет вообще в принципе, а вопрос-то важный, вы как будто с другой стороны начали его обсуждать. ...проделами рабочие, поскольку у нас могут возникнуть организационные трудности, если это не произойдет. Как вы помните, мы оценивали 5 недель работы по SEO-оптимизации. Мы прошли 3, вот, поэтому предлагаю сейчас провести частичную оплату SEO-оптимизации, то, что мы уже сделали. Финальный платеж только по итогам, как мы это покажем, зарелизим, и как вы увидите результат. Ну, то есть там сайт снова появится в нормальных поисковиках, пользователи новые начнут приходить и так далее. Вот, а с нашей стороны в качестве... Извините, вот сразу здесь я должен остановить. А что, если результат SEO не покажет? Если сейчас Яндекс поменяет алгоритмы, и сайт так и не окажется, там, не знаю, в десятке, на что вы рассчитываете, то что вам тогда можно не платить, остаток? Как вы можете отвечать за конкретные результаты по SEO, если вы их не контролируете? Вы же, ну, это же невозможная ситуация. Вы никогда не можете быть уверены, что вы по SEO достигнете каких-то конкретных результатов. Это не на вашей полке. Все, что вы можете сделать, это гарантировать набор шагов, которые вы сделаете. Вот это вы можете гарантировать. И там как-то их описать, даже если это не точно в каких-то вещах. Ну, типа, посмотрим, как, и вот так вот сделаем. Но привязывать оплату к конкретным результатам сайта по SEO для вас убийственно. А для клиента, конечно, очень выгодно. Возможно, извинения, либо попытки исправить текущую ситуацию и то, что вы находитесь в такой критической ситуации. Мы предлагаем, у нас есть отличный специалист, который сможет настроить Google аналитику, который сможет, в принципе, вам хорошо настроить рекламу, ну, и, в принципе, там, предоставить услуги. Мы не хотим, чтобы это повторялось в будущем, поэтому специалистам мы дадим вам на два месяца, совершенно бесплатно. Вот, да. Возможно, это поможет в следующем предотвратить какие-либо проблемы, опять же, с рекламой, либо связанным с этим. А параллельно мы просто будем дорабатывать сайт, опять же, там, третий, четвертый раз. Очень странно то, что вы сейчас предложили. Во-первых, когда вы даете какую-то скидку, нужно очень понимать, за что. И клея должен понимать. И вы должны это объяснить. А вот вы сейчас за что дали? Потому что какой-то факап был на вашей стороне. Это вы так пытаетесь загладить вину? Совершенно непонятно, в чем конкретно была ваша вина. Вроде Ольга начала с того, вернее, клиент начал с того, что сказал, «Ну да, мы вам не рассказали про партнеров». То есть, в чем ваша вина? Вы тогда сначала должны были бы извиниться, а потом в качестве компенсации предложить решение. Хотя это довольно опасная конфигурация. Но вы же даже не извинились. И недаром клиент очень сильно удивился на ваше предложение. И даже такого и не ожидал. Поэтому этот шаг мне совсем не понравился. И он очень для вас опасный. Кажется, что либо на самом деле косяк больше, а вы его скрываете. Либо что то, что вы предлагаете, вообще вам там совсем ничего не стоит и нахрен не нужно. Именно поэтому вы это делаете. Вот. Или просто вы странный. Но в любом случае, значит, у вас теперь можно все время будет чего-то такое просить. И наоборот раздувать вашу вину, чтобы вы давали что-то бесплатно. В-четвертых, в-третьих, если там услуги такого специалиста важны, чего там раньше никогда не обсуждали. То есть какая-то неправильная искусственная хрень в данном случае, которая никак не соответствует ситуации. Еще не понравилось. Вы предложили так вот запросто как-то, да, мы потом будем делать третью, четвертую итерацию, пятую, шестую, двадцать восьмую. А что значит делать? Вы будете ее бесплатно делать? Или за деньги делать? Какая цель ее? А это же очень важный вопрос. Ну и в такой вашей даже показной торопливости, вот я бы так сказал, на самом деле проглядывается нужда. Даже не совсем понятно в чем. Видимо, нужда не подвести клиента. Это хорошее истребление, но оно не должно приводить к каким-то необдуманным предложениям, решениям и поступкам. Так, вы вроде бы даже на все мои вопросы ответили. А у вас еще три минуты, да? Я рада, что мы проговорили критичный момент, и мне бы хотелось обсудить по поводу SEO ситуацию. Подходит ли вам такой вариант? Да, да. Готовы ли вы совершить частичную оплату и продолжить работу по этой заказе? Ну, для меня это лишь три минуты сейчас, потому что я не вижу результат, и буду полностью полагаться на вашу компетентность. Но так как ситуация у меня все равно критическая, и хочется ее улучшить, то давайте попробуем. Сейчас оплатим то, что уже вы отработали, и уже остальное завершится. Да, отлично. Здорово. Тогда мы направим все бумаги для промежуточной оплаты по уже произведенным работам. По итерации 3 и 4, соответственно, опять же, мы отправим сегодня же вам план работ и понимание задачи на заверение курьером, чтобы мы финализировали план работ. Предлагаем, опять же, оплату постфактум, после релиза, просто чтобы сейчас не было две оплаты, когда совсем нет ни результата. Нас это устроит. А зачем вы сами это предлагаете? Это устроит, и я хотела тоже предложить все-таки нам заключить какой-то подговор, потому что ушная договоренность это все-таки и для вас, и для нас плохо. Да, само собой. У нас были гарантии. У вас в оплате, у нас в услугах. Да, Маргарита, хорошее решение. Опять же, мы займемся этим сегодня и просто отправим вам курьер, опять же, с пониманием задачи на третью итерацию, на четвертую итерацию. Так что, они оплачиваются или нет? Я думаю, это займет не больше двух рабочих дней. То есть, я сейчас не понял. То есть, реагируя, через примерно полторы недели у меня будет уже работающий стайк со старой формой поиска и с новым дизайном, да? Да, да, новый дизайн, визуальный стиль все останется. Поиск будет как раньше, партнеры смогут делать все, что они делали раньше, а для пользователей, опять же, для того, чтобы это улучшить, и мы можем ожидать новых пользователей. Прошу, ладно. Давайте, когда я буду ждать письмо от вас. Я нашими договоренностями. Большое вам спасибо, что вы действительно решили продолжить с нами работать. Постараемся максимально... Неуместно, да. Если будем делать быстрее, опять же, команда хочет продолжать работать над этим сайтом, хочет, чтобы решение было полезным, поэтому, если будет получаться, будем пытаться делать даже быстрее. Это звучит очень жалобно. Google аналитики предлагаю вернуться к этому вопросу чуть позже, но мы тоже это пропишем для четвертой итерации, просто чтобы было бы тесеровано. Так они платят, клиент платят за четвертую итерацию или нет. Я не понял самого интересного. Потому что если платят, тогда непонятно, зачем клиент на это соглашается. Вроде вы же уже это сделали. Если не платят, совершенно непонятно, зачем вы это предлагаете, в чем смысл, и как это вы будете продолжать бесплатно работать. Но вы так не можете. Это вас уже ставит на грань катастрофы. То есть кажется, что все такие добрые со стороны такие сюси-пуси, но на самом деле со стороны клиента не чувствуется какого-то ахтунга, а со стороны клиента чувствуется расшаркивание, но не понятно, за что именно, за что эти скидки и какой-то именно надежности в таком партнере, если бы я был клиентом. Я бы не чувствовал, как это ни странно. Ну то есть в этом нет какой-то четкости, что ли. Хотя вроде все добрые и прекрасные. Так что по результату, ну для клиента вроде все здорово, а для исполнителя еще под вопросом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова